Привет, друзья! Поднимите мне веки, говорил когда-то Ви, но так говорят и некоторые женщины, которые сталкиваются с явлением постойности верхнего века с возрастом. Да, действительно, нависающее веко бывает приходит с возрастом, а бывает у кого-то есть генетические. Но если такое нависающее верхнее веко это все-таки генетический момент, наследственный, то здесь ничего не поделаешь. И не нужно искать способы и средства, естественных методов омоложения, которые помогут вам что-то здесь сделать. Ну, нереально невозможно, да, только хирургическое вмешательство. В случае же, если постозность верхнего века появилась у вас с возрастом, это отечность, это лишняя кожа, которая вначале сопровождалась отечностью, и потом отечность ушла, астрогены ушли, отечность ушла, или вы резко похудели, и осталась такая некрасивая нависающая кожа. С этим можно бороться. У меня на этот счет, конечно, свое видение, и здесь нужно комплексно подходить к проблеме, здесь нужно работать и с осанкой, и со стопами, и с ягодицами. Да, как бы странно это не звучало, где постозность верхнего века, где ягодицы, но так или иначе, все в нашем организме взаимосвязано, и есть понятие фасциальной непрерывности. У остеопатов поинтересуйтесь, если вам важно узнать, что же это такое. Ну или погуглите, у меня сейчас на это нет времени, у меня сейчас есть время на то, чтобы дать вам практику, которая поможет, по крайней мере, почувствовать результат от гимнастики для лица, ну и понять, что она одна не всесильна. Нужно работать, еще раз говорю, системно, регулярно, комплексно. Да, если хотите так, то welcome, конструктор красоты, ссылка на него ниже. Здесь я показываю вам комплекс от отечности и постозности верхнего века. Меня зовут Орлова Даша, вы находитесь на моем канале, где я делюсь своими секретами молодости, красоты и здоровья, и сразу же предлагаю подписаться на мой канал, потому что он крайне интересный, крайне полезный. Ну, интересный, наверное, вряд ли, но полезный совершенно точно. Ну, что интересно я вам рассказываю, да, про морщины, то я вас умоляю. Вот показываю действительно интересные, полезные вещи. И ставьте лайк этому видео, кстати, да. Итак, давайте начнем. Первое, что сделаем, расслабимся и покажем нашей нервной системе, дорогая наша нервная система. Мы сейчас будем работать вот с этим конкретным местом. Итак, ручки в намасте поставьте. Два пальчика больших нам потребуются. Пальчики располагаем очень удобно, они здесь прям стоят, как тут и были, под головки бровей. Вот таким вот образом. Давить не нужно на старте. Вытягиваемся наверх затылком, делаем вдох. С выдохом руки опускаем на грудь, голову на руки. Никуда ничем не давим. И стоим. Вот сейчас образовалось то самое воздействие пальцев на лицо, которое нам необходимо. Больше не нужно, не надо стараться здесь что-то себе продавить, почувствовать ярче зону под бровями. Стоим, стоим, расслабляемся. Сделайте вдох, выдох. Сейчас, расслабившись, закрыв глаза, послушайте меня, пожалуйста. Вы остаетесь в этом положении, но пытаетесь посмотреть глазами через затылок. Вот представьте, что вы хотите сейчас посмотреть через затылок. Еще здесь можно немножко другую визуализацию придумать. Представьте, что вы всасываете глаза внутрь черепной коробки. Это вдох, а на выдохе возвращаете глаза в исходное положение. Выдох. Вдох. Посмотрели через затылок. Выдох. Расслабились. Вдох. И еще раз вдох. И выдох. Медленно поднимаем голову, руки оставляем здесь же, глаза можете открыть. Вот такое вот, казалось бы, очень недолгое воздействие, а ощущение расслабления, наверное, появилось. Далее. Вы большими пальчиками начинаете немножечко поддавливать косточку, орбитальную зону. Тут по факту нам интересует нас лобная кость. Мы сейчас поддавливаем. Как будто бы внутрь кости стремимся зайти. На глазное яблоко не давим. Мягко-мягко. Точка за точкой. Примерно 5 точек у вас получится. Еще раз. Сильно давить не нужно ни в коем случае. 0,5 балла из 10. То есть от того, что вы можете, от вашей силы, это 0,5 балла. Каких-то 5 процентов. Разве это сила? Нет, конечно. Еще 2, 3, 4. Отлично, хорошо. Далее. Встаете левой рукой над правой бровью. Приподнимаете правую бровь совсем чуть-чуть. Рука у вас закрывает лоб таким образом, чтобы не образовывались морщины, когда вы приподнимаете. То есть вы лоб здесь приподнимаете, по факту вы освобождаете косточку. Вас сейчас будет интересовать косточка. Вы на косточку встаете. И для начала просто вот таким вот образом пройдитесь двумя пальчиками, мягко-мягко надавливая, так вибрацию небольшую совершая в сторону виска. Висок мы вообще не давим. Мы легонечко трогаем височек. И легкую вибрацию отправляем. Если кожа слишком сухая и атоничная, то перед данным комплексом лучше нанести крем. Ну минут за 2-3, дать ему возможность питаться. Если кожа в принципе нормальная, тургор нормальный, то такого не потребуется. Хорошо. И теперь мы начинаем вот такое вот воздействие. Легкое, спиралевидное. Отжимаем воду лишнюю, да? Ну и в сторону виска уводим. Очень важно, чтобы здесь был отлажен отток лимфы, чтобы была здоровая шея. Чувствуете, да, уже мой намек на счет того, что работать нужно комплексно. Идем сюда. Хорошо. И еще раз. 2, 3, 4, 5, 6. Отлично. То же самое делаем с противоположной стороны. Рука. Чуть-чуть приподняли бровь. Косточка. И по косточке идем. Для начала легкое вибрационное воздействие. Такое, как будто бы вибрацию в косточку отправляете. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. И начинаете спиртливидное воздействие. Нет задачи сильно оттянуть, как такое же. Есть задача выгнать лишнюю воду, если она здесь есть. Мягко, аккуратно, нежно отодвигаем валик из ткани. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Хорошо. Здесь остаемся. Теперь встаем в такой конструкции. Большой пальчик, указательный пальчик. Обратите внимание, как расположены. Голову чуть-чуть приподнимаем, шею вытягиваем. Запрокидывать не нужно. Представляем, что смотрим на верхнюю полочку. У нас на верхней полке что-то лежит. Нам нужно туда заглянуть. Такое вот положение. Бровки чуть-чуть приподнимаем. Пальчики стоят на косточке. Мы смотрим вниз. Начинаем закрывать на 3 секунды глаза. 1, 2, 3. Открыли, расслабились. Смотрим вниз. Не совсем вниз, а по диагональке. Закрываем глаза. 1, 2, 3. Расслабились. 1, 2, 3. Расслабились. Лучше делать перед зеркалом данное упражнение. И смотреть, чтобы у вас не возникало каких-то сильных морщин нигде. В случае, если у вас достаточно атоничная кожа на лбу, то может потребоваться немного другая конструкция. Можете вот таким вот образом удерживать. То есть приподнимая лоб и приподнимая параллельно брови. Но при этом здесь есть опасность того, что вы зажмете. Вот так будете делать. Вытяните наверху голову. Распрямите плечи. Расправьте. Опустите вниз. 1, 2, 3. И расслабились. 1, 2, 3. Расслабились. 1, 2, 3. Расслабились. 1, 2, 3. Расслабились. И еще сделаем. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Отлично. Хорошо. Далее. Встали пальчиками над бровками. Сделали вдох, взгляд наверх. Пальчиками бровки немножко вы не столкнули. А с выдохом взгляд вниз, пальчики наверх. И немножечко растягиваем в область лобного брюшка. Чуть-чуть совсем. И сейчас стандартное такое фейс-фитнесовское упражнение, которое, вероятно, все вы видели, оно действительно хорошо работает. Нужно прикрыть глазки, закрыть глаза, положить указательный палец на реснички и чуть-чуть захватить верхнее веко. Чуть-чуть совсем. Здесь вы ни в коем случае не давите на глазное яблоко, ни в коем случае не смещаете нижнее веко, не оттягиваете. Просто встали мягко, задержали реснички. И здесь начинаете поднимать верхнее веко. То есть стараетесь открыть глаза. Верхнее веко поднимаете, не получается, расслабляетесь. Раз, два, три, расслабляетесь. Раз, два, три, расслабляетесь. Рот приоткройте для того, чтобы не напрягалась круговая рта. И не нужно никаких гиперусилий. Вот совершенно. От слова совсем, потому что с маленькой мышечкой работаете, с маленьким леватором. Раз, два, три. Леватор верхнего века. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Отлично. Хорошо. Быстро-быстро поморгайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И после этого я рекомендую пройтись вот такой вот небольшой щитковой техникой по верхнему веку. Прикройте глаза и прямо выщипывайте кожицу. Раз, два, три. Перпендикулярно заломам и вообще всем образованием, которое здесь есть. Раз, два, три. При этом не давить на глазное яблоко. Хорошо. Помассируйте висок. После этого неплохо бы сделать лимфодренажную технику. После этого или перед этим неплохо бы поработать с шеей, а еще перед этим поработать с телом. Но так как это такой значительный процесс, естественно, в рамках своего канала дать вам такую информацию длительно я не могу. Приходите ко мне в конструктор красоты. Там даю все. Вообще работаю с огромным удовольствием со всеми участницами, которых там уже сотни человек занимаются параллельно. Около тысячи человек сейчас параллельно занимаются. Ссылка на конструктор ниже, поэтому давайте к нам в нашу семью. Если вам данное видео было полезно, я хочу сказать, что, естественно, это далеко не все упражнения от постузности верхнего века. Но то, что дала этого комплекса, уже достаточно для того, чтобы попробовать и понять, что фейс-фитнес, гимнастика для лица работают. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, нажимайте на колокольчик. И спасибо вам за внимание. Пока.